В детском саду я узнала, что город Подольск самый большой в Подмосковье. Наш город очень красивый, и я его люблю. Полина Наточева с упоением и вдохновением рассказывает об истории родного города, готовясь стать экскурсоводом. На интерактивной мультимедийной доске, кстати, это и есть приз победителя, перелистываются слайды с достопримечательностями Подольска. Это памятник кому, ребята? И юные краеведы делятся очень интересными подробностями становления крупного промышленного города, начиная с самых первых летописных данных. Екатерина II ехала в своей карете и решила прогуляться у реки Пахрэй. И нечаянно намочила Подол своего платья, посмотрела на село и сказала, что это будет Подол. В этом дошкольном учреждении на конкурс был представлен краеведческий проект. Другие сады-победители подготовили не менее интересные презентации. У каждого в работе свои изюминки. А «Медвежонок» знаменит еще и тем, что является экспериментальной площадкой Министерства образования в рамках программы «Социальное партнерство». Речь идет о совместном творчестве семьи и учреждении образования. Любой проект, который мы создаем в стенах нашего детского сада, это проект, обязательно связанный с сотрудничеством с родителями. Чаще проекты предлагают сами родители. Родители участвуют в театральных постановках, отправляются в туристические походы, лепят, рисуют, шьют. Постепенно включившись в процесс, они из сторонних наблюдателей превратились в членов Содружества. Возможно, именно поэтому это дошкольное учреждение развивается большими и заметными шагами. По итогам работы 2013 года «Медвежонок» получил диплом, как одно из 100 лучших предприятий Организации России. Умники и умницы из «Медвежонка» в столь юном возрасте принесли заслуженную славу «Альма-Матер». Елена Филина и Владимир Новиков. Новости Подмосковья из Подольска.